Да, именуется Захаровской сети, посвящена на памяти недавно у жильщего от нас Владимира Евгеньевича Захарова. Я скажу буквально про самого Владимира Евгеньевича. Он родился в Казани в 1939 году. В 1963 году окончил ФИСФАК Новосибирского госуниверситета. Быстро стал кандидатом в коммунистических наук под руководством теперь академика. Все академики Захаров и Сагдеев, Ральдзенович Сагдеев. Получил звание доктора физмат-наук, стал членом-корреспондентом, академиком. Награждался государственной премией как Советского Союза, так и Российской Федерации. В течение 10 лет он был директором Института теоретической физики имени Львада Ильича Ландау, Академии наук России. В 2003 году получил международную премию Дирака с названной честью великого ангелийского физика Поля Дирака для теоретиков. И с 1992 по 2019 год он в разных функциях, он после 2000-х уже в постоянном составе был профессором университета Аризона. В 2019 году он вернулся и стал профессором скалкиха, и вот 20 августа 2023 года умер в городе Москве. Светлая ему память. Нам особенно близок Владимир Евгеньевич, он был одним из основателей, то, что называется, вдохновителей идейных ассоциаций раса. Он принимал участие в наших конференциях. Вот здесь приведена фотография нашей конференции из 2014 года в госсаде, Владимир Евгеньевич выступал. Можно понять, чем он занимался. Он был теоретиком высокого уровня. В частности, доклад, который у нас делал, это называемый Freak Waves. Странные волны, одиночные волны-убийцы. Вспомним, волны-убийцы, как они возникают на море, почему они возникают на море. Определять. Вот Владимир Евгеньевич делал доклад об этом. Вот тут можете увидеть, что там фотография Лены Квестерман, Владимир Евгеньевич, ассоциатива направо. Вот, значит, выступление его прекрасно прошедшее. То есть, он один из нас. Как выпускник Новосибирского университета, он был известен, во-первых, мало того, что не так много людей становятся академиками, но сам Новосибирский университет молодой. И вот самый первый выпуск физического факультета был в 1963 году. На ютубе приведены четыре академика, в том числе Владимир Евгеньевич Захаров, будущего, так сказать, Альберт Галеев, Юрий Яршов, кто был ректором университета, Алексей Фридман. А вот молодой правительственник Захардеев, тоже член нашей ассоциации раса, был тогда деканом физического факультета Илья Нестерович Векуа, выдающийся математик, происхождение он из Бериси, после того, как он был ректором в Новосибирске, он уехал и был президентом академии наук Грузинской ССР. Вот эти все они здесь приведены, вот эта фотография 1963 года. Владимир Евгеньевич был, мало того, что участвовал, так сказать, вот здесь, в делах диаспоры, он был выдающимся пропагандистом науки, членом и организатором, как это называется, комиссия, там, клуб 1 июля, да? Да. Клуба 1 июля. В Новосибирске вообще его помнят, то, что он был один из наших выдающихся выпускников, и там, естественно, все его прекрасно помнят. Вот, он помогал даже там в тяжелые и в нетяжелые годы, и в хорошие годы, помогал университету подняться в своих рейтингах. При этом он был замечательным поэтом. Вот, я забыл, какое количество сборников он опубликовал, член Союза писателей. Я, естественно, нет возможности говорить о всем деталях. Я вот, моя любимая четверостиша, которая помню наизусть, вот, из его поэзии, опубликованного в 98-м году, кстати. Безумен тот, кто с нами не поет, думает, что все он лучше знает, сам душой, как пропастью зияет, и Господа в лицо не узнает. В общем, светлая память Владимиру Евгеньевичу. В честь него мы посвящаем нашу сегодняшнюю сессию. Вот, докладчики нашей физической сессии сегодня Сергей Чеканов, Максим Лютиков и Дмитрий Сидоров. Вот, и мы начинаем с Сергея. Сергей, давайте поменять слайд, а я подпределяю.